Ваше Пресвященство, досточтимые отцы, братья и сестры, мы продолжаем рассказ о исповедническом жизненном пути Владыки Иосифа Чернова. 6 апреля 1956 года совершилось радостное долгожданное событие. Владыка Иосиф был освобожден от дальнейшего нахождения в ссылке. Патриархом Московским и всей Руси Алексеем Первым он выразил желание, чтобы Владыка Иосиф был устроен в казахстанской епархии, но до своего назначения епископом Владыка Иосиф имел право служить только как простой священник. 15 сентября 1960 года указом Священного Синода Владыка Иосиф был назначен архиепископом алма-атинским и казахстанским. Это назначение архиепископа Иосифа совпало со временами Хрущевской оттепеля, обернувшейся для Русско-Православной Церкви Лютом Морозом. Методы Хрущевской антирелигиозной кампании были разнообразными. Давление на религиозных лидеров, ликвидация религиозных организаций, снос культовых зданий, увеличение налогового времени на религиозные организации, уголовное преследование верующих, преследование затунеядства, изъятие детей и семей верующих. Примирительное и спокойное отношение к Церкви с послевоенных лет, к концу 50-х лет и начале 60-х воспринималось уже, как сталинское наследие, которое следует ликвидировать. Это был период болезненного процесса поиска людьми своих национально-религиозных корней, который начал вновь разворачиваться в Советском Союзе примерно к середине 50-х годов. Связанная с критикой сталинизма, частично развенчание коммунистических идеалов, породил у определенной части населения страны желание обрести истинные духовные ориентиры, возвратиться к исконной религии своих отцов, к святому православию. Когда мыслящие люди в Советском Союзе старались обрести и восстановить культуру прошлого, ее чистой, противостоящей идеологическим искажениям форме, они встречались с православием в любой области – в искусстве, архитектуре, музыке, литературе и поэзии. Эта цитата принадлежит Джейн Элис, которая написала свою книгу, которая вышла небольшим тиражом и называлась «Русско-православная церковь в согласии инакомыслия». Святейший Патриарх Алексей, посылая на Алматинскую кафедру владыку Иосифа, в личном беседе с ним сказал, «Если вы, владыка, по каким-то причинам не сможете там удержаться, то, наверное, Алматинскую кафедру придется присоединить к Ташкенту». И, благословляя его на новое место служения, дал Иверскую икону Божьей Матери в дар Свято-Никольскому кафедральному собору Алматы. Какая была причина таких слов Святейшего Патриарха? Дело в том, что в Свято-Никольском кафедральном соборе Алматы была настоящая смута, причина которой была в следующем. Служили два молодых архимандрита. Один был настоятелем кафедрального собора, другой – секретарь ипархиального управления. Оба закончили академию и были назначены Святейшим Патриархом Алексеем I в Алмату. Среди прихожан образовалось две враждующие партии, каждая из которых желала видеть своего архимандрида на епископском престоле. Вахменин, управляющий религиозными вопросами, видя такое дело, снял с регистрации обоих архимандритов. Несколько нецерковных женщин, по-видимому, специально направленных в собор соответствующими органами, чтобы спровоцировать склоку, в то время хрущевские гонения это широко протекновалось, стали публично обвинять в лишении архимандритов регистрации управляющего тогда Алма-Атинской и Казахстанской епархией архиепископа Иннокентия Леофирова и староста Никольского собора. Однако владыка Иннокентия, напротив, старался избежать лишения регистрации, избежать всяких ссор, неоднократно пытался примирить архимандритов, переживал за то, что они идут на поводу нецерковных людей, предупреждал о возможных последствиях их неразумного поведения. Народ, соблазненный внешними и безбожными силами, стал собираться группами во дворе собора и оказывать сопротивление действиям архиепископа Иннокентия. И они не просто словесно выражали свое возмущение против «гонителей» их любимого архимандрида, а стали применять физическую силу против всех, кто служил в то время в соборе. Избили казначея регента, разгоняли по двору хористов, дошли до того, что подняли руки на священников и стали не допускать их на служение в соборе. Да и к тому времени священников-то в соборе осталось только двое из семи, положенных по штату. Регент из храма Покрова Божьей Матери города Алматы Михаила Щекинин был очевидцем того, как обезумевшая толпа сталкивалась со ступеней крыльца престарелого протерея Дмитрия. Он пишет, «Погода была пасмурная, а когда ожесточенные бунтовщики набросились на священниками с криками «Уходи из собора!» и с разными другими оскорблениями, именно в этот момент разразился страшный гром, такой сильный, какого я в жизни своей никогда больше не слышал. Я сразу понял тогда, что это было предупреждение Господня за беззаконное действие по отношению к священному лицу». Бунтовщики с утра до вечера группировались около Никольского собора и решили закрыть Кафедральный собор. Если бы провокаторы повесили замок, тем самым власти зацепились бы за тот факт и, публично огласив, что Кафедральный собор не нужен верующим, уже официально бы закрыли собор. Спас ситуацию священник Павел Милованов. Он перелез через заграду, незаметно через окно упранник в храм и начал один совершать богослужения. И вот когда они идут с замком в руках и с торжеством в душе, а священник в это время дает возглас, благословен Бог наш. Вот в эту непростую сложившуюся ситуацию надо было решить вновь назначенному архиепископу Иосифу. Три самые активные женщины дошли в своем безумии до того, что решили уже и нового архиерея, владыку Иосифа, не допускать на службу в собор. Они решились на дерзкий и безумный поступок, легли на дорогу у ворот при въезде в собор архиерейской машины и имели в этом успех. Через три дня двоих владыка уехала служить в другой храм, а через три дня обоих из ложившейся под колеса архиерейской машины женщину сбил автомобиль недалеко от собора, вследствие чего обе они скончались. Шофер владыки Иосифа Захар Самойленко вспоминает, приходит толпа «прихожан» и откровенно заявляет, если вы, владыка, еще раз появитесь в соборе, мы вам кишки выпустим, здесь должен быть архиереем наш настоятель. А он им сразу, ну ничего, отныне кафедра будет в Казанской церкви. Этого они не ожидали. И вдруг владыка мгновенно собирается на службу, всеночная была накануне воздвижения чеснага, креста Господня, и говорит «едем в Казанскую». Вы знаете, происходит чудо. Снова толпа прихожан с цветами в ноги падают. Владыка, простите, не оставляйте собор, не уходите. Владыка споток спокойно говорит «ну хорошо, будем служить в соборе». И всю дорогу от его дома до самого Никольского собора около километра устлали розами. И от крыльца собора до трамвайной линии дорожками путь устлали и сами выстроились вдоль дороги. А кто и вперед машиной бежал. Я такого никогда не видел, сколько архиереев не возил. Владыка велел мне ехать медленно, чтобы никого не сбить. Он ехал и чинно всех двумя руками благословлял. А когда приехал, зашел в собор, поднялся на авон, ноги вытер, там обувь вытер, там на половичке, на авоне. Повернулся к народу и говорит «вот я». Владыка стал служить и все пошло хорошо. Как-то однажды его посетил один архиепископ и в беседе пожаловался, что епархия его неспокойная, как быть? Владыка Иосиф ему ответил «надо три года ежедневно совершать богослужение». У меня тоже так было и я совершал служение три года. Все успокоилось. Однажды рассказывал владыка первые месяцы его служения в Алма-Ате. Снова пришли к нему еще одна делегация с какими-то требованиями. Это случилось как раз в тот момент, когда владыка чистил и потрошил рыбу. И он вышел к этой делегации, как был, в фартуке с окровавленным ножом в руках. В ответ на их заявление владыка сделал вид, что очень сильно разгневан. Поднял нож и возопил. «Вы знаете, как пророк Илья расправился с нечестивыми жрецами? Так вот, и вы здесь беретесь, так вот, а вы здесь беретесь судить о делах церковных». Делегаты в страхе разбежались. Так он их наглядно обличал. Каждое служение владыке становилось праздником для тех, кто с ней молился. Он очень часто, он очень тщательно готовился к богослужению, сильно переживал, когда у него не звучал голос, а это порой случалось, так как владыка был подвержен частным простудам. Но всегда перед службой он как-то свой голос настраивал и еще дома примерно уже знал, на какой высоте звука он будет читать сегодня за все ночные Евангелие. Владыка любил, чтобы служба была поставлена достойно на высоком уровне. Он говорил, в служении не нужна театральность, но фигуральность должна присутствовать обязательно. То есть, чтобы не было никаких лишних движений, не было торопливости, чтобы духовенство не суетилось возле престола или возле кафедры. Все должно быть точно и лаконично. Это его была характерная черта. Он любил красоту богослужения и глубину, и старался, чтобы священнослужители с таким же благоговением относились к богослужению, как и он сам. В письмах Владыки и в различных записях можно встретить его размышления о богослужении. К одному новопоставленному пресвитеру он обращался с наставлением. Богослужение требует красоты и естественности. И великие святители вселенские очень красиво служили. Они не признавались театральности, а служили изящно и естественно. Потому что богослужение должно выражаться в лучших формах, возможных человеку, в его познании, в его должности, в его желании, в его образовании, в его, в конце концов, самообразовании, в его природных качествах. А так служить, чтобы лишь только внутренне углубляться, а на наружные формы наплевать, это не приемлица с церковью, не принимается народом никем. Владыка Иосиф очень любил церковно-славянский язык. Он наделял его такими ласковыми эпитетами, как нежнейшие, бархатные, изящные. «Вы только вникнете», обращался владыка на проповеди к народу, «показав учеником твоим славу твою, якоже мажаху». Понимаете, якоже мажаху, какой дивный тропарь, бархат, нет, велюр, а не язык. Никакой другой язык не может мести с себя такого объема и глубины понятия. Выходя на проповедь, владыка оглядит, какая паства в храме. Что сказать? Особенно студенты вузов часто приходили специально его послушать. В зависимости от контингента был и тон, и содержание проповеди. Говоря проповедь просто и сфообразно, владыка мог что-то явственно изобразить. Рассказывает, например, как Соломия плясала, угождая Ироду, и сам показывает, как она это делала, пройдет по омвону, как танец исполнит. Митрополит Петровский Павлоградский Ириней вспоминает, как ему один священник рассказывал о том, как митрополит Иосиф говорил проповедь неделю о блудном сыне. После прочтения Евангелия он поцеловал престол и буквально побежал на солью, выбежал руку козырьком к колбу приложил, смотрит, то в одну сторону по омону побежит, то в другую и ничего не говорит. Народ недоумевает. А потом посмотрел на людей и заговорил, но где же ты, сын мой? Сколько я буду о тебе переживать, плакать и молиться? Может, ты где-то погибаешь, умираешь с голоду? Вот в таком тоне он начал проповедь и народ сразу же растворялся в его словах. Владыка захватывал внимание и люди просто слезами заливались. Почитая святого, имя которого было дано ему при пострижении монашества, Владыка Иосиф всегда совершал богослужение в неделю святых прадцев перед Рождеством Христовым. Заканчивая однажды в этот день свое слово, он обратился к молящимся. Так помолимся сегодня святым прадцам, которые очень прекрасно выполняли закон, не написанный на бумаге, но начертанный в совести каждого человека. На сердце его помолимся им, чтобы они помолились о нас, Господу Богу. Попросим же праведного Иосифа, чтобы он молился Господу Богу об укреплении семейных хоз, за удержание страстей людей в молодых годах, да и в самой старости, и чтобы он благословил в каждой стране и в нашем государстве всех тех, которые думают о том, о чем молится верующая. Хлеб наш насущный дашь нам вниз. И как Иосиф пытался и не оскудевал Египет в хлебе, так за его молитвы и за молитвы святых прадцев, да не оскудеть никогда пшеница, вино и елей в стране нашей благодатной русской. Владыка часто замещал ушедших в отпуск священников, сам служил священническим чином, бывало место требного священника совершал в соборе отпевания, сам исповедовал народ. Он говорил, все потихоньку, все потихоньку, уйдем из жизни, а потому, мои дорогие, не теряйте времени, спешите исповедоваться батюшке Фанасио, который направо и налево грехи прощает, так любил шутить владыка, и потом продолжал, дорогие мои, не повторяйте на исповеди свои исповеданные грехи. Если вы однажды, покаявшись, не совершили того же греха, то будьте уверены, что в небесной книге ангел ластиком стер, ножичком почистил и выберил то место, где был вписан ваш грех. Нет больше его, нет и надобности о нем, о раскаянном грехе многократно говорить. Но самое главное, посредством чего осуществлялось управление епархией, это его молитвенное представительство пред Богом. Ни один вопрос не решал владыка, не помолившись. Назначение священника на приход, перемещение священника или увольнение его за штат, все сопрождалось только молитвой. сугубо молился владыка святому праведному Симеону Верхотурскому. Он называл праведного Симеона инспектором Алма-Атинского непартиального управления. Апрель 1961 год. Впервые в истории человечества совершен полет в космическое пространство. Владыку вызывает к себе уполномоченный Степан Романович Вахменин и говорит, Иван Михайлович, надо сказать проповедь в отношении этого чуда. Наступил день, когда надо произносить проповедь. Владыка вышел, как обычно, и начал примерно так. Братья и сестры, вы знаете, в какое время мы живем, какой прогресс совершается в мире. Много ученых изобрели много хорошего. И слышали вы, последнее событие произошло. Наш молодой человек Юра Гагарин побывал в космосе и оттуда вернулся. А ему, когда он полетел, Хрущев Никита Сергеевич сказал, Юрочка, посмотри, есть там Бог или нет. Юрий Гагарин Бога не видел, а Бог его видел и благословил. Церковные реформы. Чтобы была понятна атмосфера 60-х годов, которая начинала свое служение в Алма-Ате Владыка Иосиф, мы напомним о тех реформах, которые производило государство по отношению к церкви. Непоследней по значимости причиной наступления на церковь были экономические расчеты властей. Тяжелый удар, связанный с немоверным повышением налогов, был нанесен по материальной базе всех. Вот образец письма Карагандинского Клира. Обращаемся к вам, ваше высокопредсещенство, с покорнейшей просьбой о выдаче на нас троих денежных судов в размере 6 тысяч рублей новыми деньгами для окончательной расплаты с налогом, наложенным на нас в размере почти 11 тысяч рублей с каждого. Осталось нам еще уплатить по 2 тысячи рублей каждому к 15 ноября сего года. Для расплаты с налогом нам пришлось взаимообразно занимать уверующих прихожан, а больше уже занимать не у кого. Почему мы вынуждены обращаться к вашему высокопредсещенству с этой просьбой? Мы даем обязательство в том, что и зарплаты, приходящие на наши руки, 50% Церковных Совет ежемесячно будет удерживать с нас для оплаты суда, занятой из епархиальных средств. Мы выражаем надежду, что вы ваше высокопредсещенство не откажете в нашей просьбе, настоятель архимандрит Севастьян Фомин. Сам же владыка не давал на приходы в отношении налогов никаких указаний и не заставлял сдавать государству большие суммы, кто и сколько может, по силам. Он понимал нужды церкви и нужды людей. На владыку Иосифа тоже был наложен огромный налог. Вот что вспоминает Алексей Сапожников. В 60-м году владыку перевели в Алма-Ату, а в 61-м уже возникла 19-я статья об уплате налогов. Все налоги за обслуживающий персонал приписали владыке и в итоге ему к уплате наложили такую сумму, что от его зарплаты не осталось абсолютно ничего. тогда уполномоченный ему диктует. Вот у тебя там есть уборщица, у тебя там есть кухарка, у тебя парень есть, меня называет, который тебя там охраняет, он на производстве работать может, есть шофер, так ты их и сократи. Когда владыка приезжал от уполномоченного, он вздыхал. Отцы, для того, чтобы сейчас быть служителем церкви, нужно быть жертвой. Однажды неимоверные налоги, однако неимоверные налоги не стали для владыки Иосифа препятствием к тому, чтобы помогать людям. Как-то однажды он выразился за то, что за что, за что, а за деньги мне не придется держать ответ перед Богом на страшном суде, потому что я никогда не имел к ним пристрастия и не копил их. Может быть, поэтому они всегда у меня и были. Владыка Иосиф учил, самая дорогая ценность все же не золото, деньги, богатство, а человек, его достоинства, его честь, его душевная красота. Душевная красота на фоне веры или вера на фоне душевной красоты. Владыка щедро благотворила. Многим студентам владыка покупал костюмы, рубашки, обувь. В его городе Могилеве, когда он ходил на службы в детстве, и все дети стояли поближе к алтарю, владыка вспоминает, что в то время епископ Могилевский на детей во время службы никогда не обращал внимания. А владыка Иосиф всегда искал глазами детей и студентов и помогал им. Высылал в семинарию одежду для студентов. Многим немощным монахиням и живущим миру высылал деньги и посылки. Десять встречки монахини жили в Херсоне. Они очень помогали владыке в дни его заключения. И владыка посылал им то на дрова, то на уголек. Каждый месяц он кому-то что-то отсылал. Старался всем помочь. Жители сближ лежащих улиц в трудные моменты всегда приходили в его дом и просили владыка, помогите. И владыка всегда, чем мог, каждому помогал. Даже алкоголикам. Много к нему приходило, но им денег никогда не давал, а давал, что не покушать. «Водку, — говорит он, — без меня найдете. А закусить чем? Я могу дать, чтобы не сильно опьянили». Однажды владыка поехал в детский дом. Он набрал много конфет, кукол, игрушек, чтобы передать их детям. Но заведующая детским домом при виде духовного лица испугалась и попросила, чтобы не было скандала не привозить, а перечислять им деньги, что владыка часто и делал. Владыка отдавал все, что у него было не только людям, но и всем животным. Кошечкам, собачкам и даже птичкам готовил вечерами подарочки и всех прикармливал. Собаку свою очень любил Джерри. Московский водолаз, который подарили как-то владыке, привезли ему из Москвы. Каждое утро владыка гулял с ним уж таки от своего дома. Реже выйдет на ботанический бульвар. Тогда сбегались к нему все дети. Владыка говорит, Джерри это моя валерьянка. Владыка также владыка встал рано и кормил своих близких. Сторожу своему Павлу Никитичу, которого называл по библейски лаваном, все время готовил кофе и жарил яичницу. На каникулы к владыке каждое лето и зиму приезжали ребята из духовной семинарии, жили у него. Он любил их принимать, угощать. Он говорил, где они покушат вкусненько. Владыка не любил принимать среду и пятницу. Нечем угостить и на стол подавать нечего, поэтому не любил. Татьяна Павловна Соснякова, делопроизводитель Алматинской епархии, вспоминает, что когда пришли к владыке представители власти посмотреть, как он живет, нет ли еще возможности повысить ему налог. По выходе от него говорили между собой. Самый нищий архиерей. В этом можно убедиться. Владыка учил ко всем относиться ровно, и к умным, и неразумным, и к добрым, и к злым. Злых делай добрыми своим примером, наставлял он, а лучших лучшими. За божественной литургией всех поминай, любящих и ненавидящих тебя. 25 февраля 1968 года, день празднования Иверской иконы Божьей Матери и памяти святителя Алексея, митрополита Московского, владыка Иосиф был возведен патриархом Алексеем I в сан-метрополита и награжден уже второй раз орден святаго князя Владимира I степени. Однажды на Пасху в Никольский собор в числе молодежи пришли хулиганы и во время литургии им удалось проникнуть в алтарь, где они начали бесчинствовать, стаскивать с престола облачения антиминс евангелия, организовалась большая группа верующих, которых вытолкали хулиганов из алтаря. Владыка призвал народ успокоиться и сказал такие слова Братья и сестры успокойтесь это мы с вами так воспитали молодежь так что не обижайтесь на наших детей и внуков. Народ в храме успокоился и Владыка продолжал службу. Беседуя с прихожанами Владыка говорит живите в православии вся Россия была общественным монастырь потому что все жили по церковному уставу который не только для монастырей но и для всех православных поэтому все очень просто ходите в церковь молитесь живите счастливо по законам любви. Спасибо Господи за внимание позвольте на этом закончить нашу встречу. Владушка благодарим вас за интересный рассказ хочется немножко добавить дополнить еще когда он был в ссылке в Казахстане в Кокчетаве его никто не принимал из русских семей и приняла одна казахская семья которая жила крайне бедно но много детишек там было какой-то угол выделили Владыке Иосифу но то что прикажание ему давали кто его знал он приносил в эту семью кормил их а потом когда стал митрополитом алматинским то он помогал в институт поступать поддерживал как студентов они его называли отец по-казахски ата вот и очень конечно любили и еще вот когда вы рассказываете что он благотворил очень многим опять же не смотрел на национальность подошел один сосед казах по имени Азамат и говорит Владыка хочу мотоцикл купить ну хорошо у тебя деньги есть есть а сколько стоит 800 у тебя сколько у меня 200 можете занять еще 600 Владыка ему занял эти деньги он купил счастливый такой потом где-то отработал наработал приносит долг вот долг Владыка но я обратно уже деньги не беру катайся и конечно знаете в такие моменты человек очень благодарен и не за того что он деньги там где-то получил или сэкономил видит Божьего человека вот ну и не помню говорили не что очень часто детям раздавал подарки они ждали все его всегда конфеты раздавал таким очень добрым был интересом но еще интересного много сейчас немножко перерыв сделайте а потом еще будут четыре лекции надеюсь потому что интересно очень много еще спасибо Господи за внимание дорогие отцы спасибо благодарю